Божие, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, чтобы даровать нам прощение, кто просит. Я говорю, мы для чего пришли, чтобы о Христе рассказать, о Спасителе нашем. Он умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Не по делам нашим, а по благодати. Так. У вас вопросы о душе, о вечности есть? Можете задать. Вопросы? Ну зайдите на наш YouTube канал. У нас большой в YouTube канал. А вы кто? Я православный христианин. Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнавол, Алтайский край. Мне 81 год. И мы принесли сюда благую весть о Христе, что Спаситель мира был распят и воскрес, чтобы люди просили прощения. А вы не думали, что сейчас все церкви – это сплошной бизнес? Так, что хотите сказать? Я хочу сказать, что сейчас все церкви – это сплошной бизнес. Вы уходите в церковь? Нет, я говорю, что все церкви – это бизнес. Бизнес? Да, он говорит, что в церкви – это сплошной бизнес. Да нет. Может быть, где-то и так, но у нас этого нет. У нас с тарелкой не ходят, ничего не продается. Мы верим искренне в это. Если вы зайдете на наш канал, Ютуб, в Ютубе у нас канал, во свете Библии, и вы увидите, такого канала нету. Мы строим православную деревню с нуля. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тут в рулетке блудят подряд. Ни жена, ни с кем спят. Все, люди не понимают этого. Они будут в аду гореть. Я понимаю, я говорю про нынешние хамы. Ну, вот так, у нас нету бизнеса. Вы зайдете, если на наш Ютуб-канал, то там увидите. Во свете Библии зарядите. Вот. Здесь. Пытается залить блудный огонь и гиенский. Не удастся. Это не поможет. Дедушка, мы не пьем. А я вижу, он пьет, сидит человек, хлюпает все время. А это не имеет значения. Хоть вода одна будет. Зачем пить перед глазами людей? Я, сынок, мне 81-й год. Я вел занятия в пяти университетах по два часа. И ни разу не позволил на кафедру стакан с водой ставить. Это неприлично. Понятно. Вы откуда лезете? Из кухни, из кухни. С кухни? Да, там кухня. Я поужинал и пришел. Ну и самое откуда вообще? Я ответил вам. С кухни. Вы хотите сказать, где я нахожусь? Наверное, так вопрос стоит. Да нет, просто спрашиваю. Нет. Ну вы хотите спросить, где я нахожусь? Я отвечаю. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Так что непонятно. Мы пришли сюда возвестить великую радость, которую Бог дал людям. Что Сын Божий Христос... Так, вы перебиваете. Я не могу отвечать. Дедушка, мы с Ташкентой, говорю. Видите, вы ничего не будете знать. Вы перебиваете. Сейчас отключитесь. Да нет. Они говорят, они с Ташкентой. Ну что ж, Ташкент. А мы в Барнауле. У нас тут снегу полно выпало. И мы не замерзаем. У нас тепло. У нас тепло. Ну это хорошо. Мы свидетельствуем о Боге, что Христос умер за грехи людей. Что Он воскрес. Что зовет к покаянию. Чтобы люди жили по любви Божией. Плохо, что плохо понимаем по русскому. Вам русский язык не совсем хорошо знаком, да? Да, да. А вы православный, нет? Нет. Вы, наверное, верите в эту книгу? Куран, да. Что написано, считай? Да, да, да. Что написано? Это... Нет, мы не знаем. Там по Радыску написано. Ну вот такие вы верующие, как наши. Стоят в церковно-славянский язык. Мы люди Писания. Вы Аллаха видите, дед? Что? Вы Аллаха видите, говорю. Это ваш Бог. У нас Бог Яхва, Ягова. Сын Божий. У меня своя книга. Нет. Как нет? Нет. Бог один. Как нет? А вы если не считали, как вы знаете, что нет? Я говорю, пятая сура. Пятая сура. Дай палец еще поднимать. Пятая сура. Вы не знаете. 47-я, 66-й аят. Говорится. И говорится в этой книге. Вот в этой книге еще написано, я вам показываю. Слушай внимательно. Дундуки. Слушай. И там написано. Мы, люди Писания. А Писание в 7 веке было только одно. Святая Библия. И написано. Написано здесь, в этой книге, что нам Бог дал и жил Евангелие. Мы по нему и живем. Понятно. Вам удачи. Счастливо. Слава Иисусу Христу. Я ответил вам. Город Барнаул, Алтайский край. Слава Иисусу Христу. До свидания. С Богом. Счастливо. А для чего живете тогда? Если человек не верит в Бога, он не знает Слово Божие. Не знает волю Божию. Он как пылинка в вихре ветра. И после смерти пойдет в ад. Вмечер мужчине с дьяволом. Зачем вам это? Я не верю, что существует ад или рай. Иисус Христос умер за грехи людей. И дает прощение, чтобы в ад не попали. За разврат. Какая разница. За ругать. За все ответить. Будем после жизни. Да. После жизни будет вечная смерть или вечная радость. Об этом написано в Евангелии от Матфея. Откуда вы знаете? Я сейчас показал. Я показал вам сейчас книгу. Книга жизни называется. Она одна книга такая. А кто ее написал? Там написано. Там в аду или в район. Святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Писали ее 1600 лет 40 человек. Ну как? Не знаю, что там. Да все знаем. Все знаем. Совесть подсказывает. У человека совесть есть. Это вы пока дома лежите на подушке, думаете так. А попадете в другую обстановку, и вы скажете, Господи, помоги. Да, такое было. Да, и будешь громко кричать. Но это как бы от безвыходности. Не знаю, что ли. Ну да. Господь ей говорит, я помог тебе в трудное время. Почему же ты-то от меня отвернулся? Он мне не помогает. Сколько я не просила, ничего. А как просите? Вы посты соблюдаете? Сейчас рождественский пост соблюдаете? Нет. Нет. Вы молитесь семикратно в день? Нет. Вы Библию считаете? Нет. А какое отношение вы к Богу имеете? Господь говорит, ты оставил меня. И я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. 16 глава, 5 стих. Книга пророка Еремии. Бог говорит, я руку на тебя прострую и погублю тебя. Надо с Богом жить в мире и в любви. Он отдал за нас Сына Своего Иисуса Христа. Вот почему мы видим везде крест. У нас большой в Ютубе канал можете открыть. Называется «Во свете Библии». Должи свои сообразовать с тем, что нам говорит Слово Божие. Вот что здесь написано, того и надо желать, не другого. Деда, а если я не верующий, мы с вами продолжим разговор. А вы отключитесь, и вы сразу испугаетесь. Вы материться, материться, можете начать материться, начать. Вы можете не ругаться совсем, ни разу? Я не ругаюсь. Ну я и прошу, не ругайтесь, не ругайтесь. Ты начнешь говорить, дальше посыпется, ля-ля. Я вам вопрос задал. Какой? Если я не верующий, мы с вами можем дальше продолжать разговор? Мы уже продолжаем. Мы уже продолжаем. Я верующий, а вы себя определите, кто вы. Я крещеный, но я не верующий. Что-то замыкает. Слабый интернет. Это нормально? Я не слышал ничего, у нас зависло. Как же так? А как же живете так без веры? Да без веры-то человек, он хуже всякой скотины. Надо же знать волю Божию. Не убегай только, не выключайся. Мы для этого пришли сюда, чтобы людям рассказать о Христе Спасителе. Что Он умер за грехи людей. Воскрес. Это же мы все знаем. От Рождества Христова 2020 год наступил. Мы же живем-то где-то на Луне. Еще пройдет два дня и будет день воскресный, воскресенье. Слово Божие говорит как. А тут сидят, у нас женщины-то, 11 миллионов, никогда замуж не выйдут. Мужики-то спелись и сидят, караулят. А тут кроме блудников-то никого нет, да разведенные. На их смотреть-то не надо, срамно. Половина голая лежат, анонизмом занимаются. Такая срамота развели. Содом и Гаморра. И малые дети смотрят. За это огонь вещей ждет. С сатаной вместе. Вот вы зайдите на наш Ютуб-канал. У меня канал есть. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Мы строим доевременно-православную с нуля. Мы будем говорить о Боге, о спасении души. Мы будем говорить вам о том, что Бог оставил. Закон Божий. Только просьба не курить. Пока я говорю. В это время не курить. Бросьте эту свистушку. Ну не кури. Ну брось, не дыми. Мы православные христиане. Пришли в этот Содом и Гаморру. Чтобы людям сказать, то, что здесь делается, сейчас рулетки. Это все пойдет к сатане. В огне мучиться будут. А Господь зовет. Мусульмане. Ничего. Ну а что мусульмане? Мусульманин. Гляди-ка ты. Зачем нам такие темы поднимать? Сейчас, похмелье еще не опамятовались? Нет. Напраздновались. Поваленные мужики, 50% голые лежат. Мы пришли возвестить волю Божию. Есть два положения после смерти. Быть в раю с Богом. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. И кто не будет веровать, осужден будет. Будет с сатаной гореть в огне. Вечно. Вот для этого мы пришли сюда. А вы, я, рови катушек? Что-то непонятно. Так скрипите. Голову-то поднимите повыше. Поговорим. Ну, до носа, видать. Ну, я, смотрите, как перед вами сижу. Еще тут скрываться. Повыше возьмите. Вас вот так только, видать, до носа. Вот так. Повторите, пожалуйста, что хотели сказать. Я говорю, я приверженец царкви русской. Я не пойму, еще так непонятно. Может, микрофончик вам поближе сделать? Ну, давайте вот так. Тогда поближе микрофон. Да, только не торопясь, говорите. Хорошо. А вы исповедуете... Православную веру мы, православные христиане. А зачем вы так яро исповедуете православную? Да, православную. То есть мы верим, что Иисус Христос – это второе лицо Троицы. Он сошел, воплотился через Деву Марию и стал проповедовать 30 лет. И его распяли. Он умер за грехи людей, не за себя. И теперь он, как вознесшийся на небо живой, всех зовет. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Я успокую вас, дарует прощение, если мы не возвращаемся на прежний свой путь, как пёс на блевотину». Да не Геннольф серый. Ну что, недовольный-то. Я разве обидел вас чем-то? Мы проповедуем Слово Божие, святая православная вера, о Христе. Как можно это не любить? Мы же смертные все. С чем мы предстанем перед Богом? Где будем в вечности? В аду или в раю? У нас Бог есть? Да, Господь есть. Он беденетный. Сотворивший мир. Вы понимаете, что рулетка – это Содом и Гаморра, приготовленная к сожжению огнем. А можно мне к тебе? Что можно? К тебе. Ну, мы говорим вам то, что есть. Это для всех. Это не выборочно. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мои на себя. И научитесь от меня, ибо я крутых и смирен сердцем. Вот как написано. Евангелие от Матфея, 11-28. А ты где живешь? Я живу в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Мы строим деревню православную. А ты не руку, бродягу знаешь? Так, подожди. Я не успел сказать, вы перебиваете. Вот. Продолжение следует...